Обсудим эту тему, а также вопросы касаемые Украины с Владимиром Ельченко, бывшим постоянным представителем Украины при ООН, бывшим чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, Владимир, по свежей информации, во вторник Совбез должен был обсуждать гуманитарную ситуацию в Украине. Известны ли там какие-то итоги этого обсуждения, какая-то, возможно, какая-то резолюция, позиция по этому поводу была? Да, обсуждение состоялось. Это было регулярное, обычное заседание, которое происходит, если я не ошибаюсь, раз в квартал, о гуманитарной ситуации в Украине в результате российской агрессии. Ничего особенного на этом заседании не произошло, никаких решений, естественно, не принималось, поскольку там есть Россия с правом ветра, и она, безусловно, заблокирует любое решение, которое было бы в интересах Украины, причем это интересы прекращения войны, а не просто интересы Украины. Ну или хотя бы смягчение гуманитарных решений в той ситуации, которая складывается в результате постоянных обстрелов украинских городов российскими ракетами, шахерами. Ничего этого не ожидалось. Единственным позитивом, на мой взгляд, было то, что один из докладчиков на этом заседании, представитель специальной экспертной группы, созданной после вот этого массового убийства жителей села Гроза в Харьковской области, когда погибло больше 50 человек, на абсолютно мирной акции. Это были поминки по погибшему украинскому военнослужащему несколько месяцев тому назад. Так вот, комиссия ООН пришла к выводу, что это произошло в результате аптела именно российской ракеты «Искандер». Ну, кроме морального удовлетворения, ничего другого из этого вынести нельзя. Были традиционные заявления разных стран. Но, понимаете, в силу полной импотенции сетобезопасности ООН, которую он показывает в последнее время как по ситуации в Украине, так и на Ближнем Востоке, вот в результате тех событий, которые произошли с 7 октября, вот это извертская атака КАМАЗ. Это только два примерно. А по сути, сетобезопасности вообще не в состоянии принять ни одного решения, ни одной резолюции, потому что это блокируется. Ну, скажем так, есть статистика, 85% ВЕТА, наложенных на решение сетобезопасности за последние 10 лет, принадлежит именно Российской Федерации. То есть вот вам и ответ на вопрос, кто основной виновник вот этого паралича, главного органа ООН, который несет ответственность за мир и безопасность. Хотим уточнить, то есть этот вывод комиссии ООН о том, что удар по селу Гроза Харьковской области был нанесен Российской Федерацией преднамеренно по мирным жителям, его как доказательство, например, в суде, там, в следующих судовых заседаниях Международного уголовного суда или там другого какого-то суда нельзя использовать. Нет, почему же? Безусловно, это будет использовано. Другое дело, что нет никаких резолюций с этой безопасностью, которые бы призывали, ну, как-то наказать Россию за это преступление. Но этим будет заниматься уже в будущем вот тот трибунал международный, или суд, который будет создан по России, по всем тем преступлениям. Это же только одно из них, ну, одно из самых тяжелых, но их были тысячи, если не больше. Все это фиксируется, и, безусловно, выводы Международной комиссии, да еще и под эгидой ООН, они очень важны как доказательная база для будущих судебных заседаний. Так что это, конечно, уже позитивно. Я имею в виду, что решений никаких не было принято. Ну, то есть о безопасности не в состоянии остановить эту войну, остановить агрессию или хотя бы смягчить те стадания, которые несет мирное население Украины. Но это уже другая история. Тут можно говорить о реформе с этой безопасностью. Я, кстати, полностью солидарен с мнением официальных лиц Чехии. Я считаю, что реформировать ООН в целом, а в частности, речь идет, в первую очередь, о реформе с этой безопасностью, что делать с правом ВЕТа и так далее, все это становится, ну, чем дальше, тем невозможно. И я думаю, мне кажется, я не ошибаюсь, все-таки имею большой опыт работы в середине ООН, что рано или поздно он постигнет судьба Лиги Наций. Единственное, что хотелось бы, чтобы до этого Россия была изгнана из этой организации, как в свое время был изгнан бывший Советский Союз из Лиги Наций после вторжения Советского Союза в Финляндию. Вот дальше говорим о стране, которая, еще одна страна, которая разочаровалась фактически в ООН, об Израиле. Вот делегация этой страны надела желтые звезды с надписью «Никогда снова», как вот напоминание о временах Холокоста и вот тех событиях, которые произошли 7 октября в Израиле, нападение, бесчеловечное нападение Хамаса. То есть эти звезды они будут носить, как вот сказали представители, пока ООН не осудит действия Хамас. Благодаря вот такому шагу, как вы считаете, получит ли Израиль какой-то больше поддержки и добьется ли все-таки своего, как вы считаете? Трудно сказать. Скорее, знаете, это такое жест отчаяния, потому что израильская делегация, она постоянно, в общем-то, сталкивается вот с такими двойными стандартами в ООН. За годы существования этой организации приняты сотни резолюций относительно Израиля, осуждающий Израиль. Но часть из них, возможно, справедлива. Я говорю о тех, которые много лет тому назад были приняты. Есть другие резолюции и решения, которые, например, призывают к созданию палестинского государства. Но ничего из этого не было выполнено. И в результате вот этого паралича с этой безопасностью, который не только не может восстановить мир или наладить мир на Ближнем Востоке своими решениями, а даже не может остановить или приостановить хотя бы эскалацию, которая происходит с завидной регулярностью практически. Каждые несколько лет возникают такие вот урбалентности. Последние события, они, конечно, чрезвычайные. Такого не было уже много десятилетий. И, понимаете, тут есть два вопроса. Две стороны этого вопроса. С одной стороны, да, можно, конечно, осуждать Израиль за некоторые его действия, не имея в виду нынешнюю ситуацию, а то, что происходило в прошлом. Но в свое время Израиль поддержал и согласился с решениями о создании палестинского государства. То есть два государства на Ближнем Востоке в признанных границах. Но это не было выполнено. И более того, вместо того, чтобы создавать государство палестинское, палестинцы привели фактически к власти Хамас, ну, по крайней мере, в секторе газа. Я не говорю о западном береге реки Артан. Там несколько другая ситуация. То есть десятки, если не сотни миллиардов долларов, которые были фактически вкачаны в Палестину на мирные цели. Значительная часть этих средств пошла или просто на личное обогащение лидеров палестинского народа, но того же Хамаса, или на создание вооруженных систем, вот этих туристических групп, ракет. То есть фактически деньги, которые передавались для того, чтобы строить мирную страну, строить государство, всеми его атрибутами, создавать это государство, они пошли совершенно на иные цели. То есть и вот результатом этого всего и стала та ситуация, которую сегодня мы наблюдаем и в Палестине, и на границе между Израилем и сектором газа. И вот этот всплеск антисемитизма, видите, антисемитизма, все это результат вот этого паралича, неспособности организации облённых наций привести все к какому-то единому, скажем так, знаменателю. И вот это бессилие, оно говорит о том, что, наверное, потенциал этой организации уже фактически исчерпан. Она сегодня не в состоянии нормально работать и урегулировать конфликты. Мы же не говорим только об Украине. Вот сейчас мы коснулись Ближнего Востока, есть ещё конфликты в Африке, есть уже почти 70-летний конфликт на Кипре и много-много других мест, где все усилия ООН пошли, в общем-то, на смартфон. То есть ничего не происходит. Это говорит о том, что организации не в состоянии далее выполнять те функции, которые были заложены в её уставе в 1945. Может ли Израиль выйти из ООН, если требования не удовлетворят? И если да, то какие могут быть последствия? Ну, понимаете, выход из ООН будет означать, что Израиль будет привлекаться ещё более уничтожительной критикой. То есть, по крайней мере, так у Израиля есть возможность реагировать на то, что происходит вокруг него, в этой организации. Вот выход... Знаете, в своё время некоторые страны выходили из азраконизации, из ООН еще никто не выходил добровольно. Но были выходы из ЮНЕСКО, из других специализированных установ Азриации Бюджетных Наций. Но это ни к чему не приводило. И в большинстве случаев страны потом возвращались в эти организации, продолжали в них участвовать, потому что это, по крайней мере, даёт возможность участвовать в принятии решений и каким-то образом на эти решения влиять. Но, к сожалению, мир сейчас расколот, как никогда. И это всё сказывается на работе и ООН, и других международных организаций. Например, мы почти ничего не слышим в последнее время о такой организации, как ОБСЕ. Она тоже бессильна. Даже в Европе, где, в общем-то, меньше проблем и больше солидарности. Но там тоже сидит Россия, которая всё блокирует. Так что, я думаю, что наступило время думать о создании некой совершенно иной системы международной безопасности, которая позволит, ну, по крайней мере, сохранять мир так, как это было в течение последних десятилетий. То есть всё-таки не было такой крупной мировой войны после 1945 года. Но сейчас мир катится, мне кажется, в какой-то очень серьёзной катастрофе. И это очень скоро почувствуют на себе все страны, даже те, которые находятся далеко от тех конфликтов, которые мы с вами сейчас обсуждали. Вот если не исключить выход Израиля из ООН, но может ли в ООН создаться такая определённая, ну, что ли, коалиция тех, кто выступает за вот это вот реформирование организаций, например, условно, Украина, Чехия, которая выражала такие действия, слова, и Израиль. Ещё, возможно, те, кто не поддержали вот последнюю вот эту резолюцию ООН по вопросу как раз Израиля, и впоследствии создать такую вот, ну, знаете, что ли, другую силу, скажем так, то есть и повлиять таким образом как-то, ну, если, допустим, те же США могут войти в эту коалицию, там, какие-то ещё такие влиятельные страны. Возможно ли изменение вот в таком плане? Знаете, при всей утопичности этой идеи, я считаю, что, в принципе, она может быть реализована, и, в общем-то, уже были сделаны определённые первые шаги, как раз в этом направлении, как-то сейчас об этом подзабыли, но если вы помните, в своё время не так давно, например, год тому назад, бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, предложил как раз создать вот такую вот новую коалицию стран, которые бы занялись созданием ну, некой такой международной, более широкой универсальной структуры, которая бы объединила сначала те страны, которые согласны с принципами, на которых она будет работать, а потом бы к ним присоединялись постепенно и другие страны. Кстати, это в точности бы повторило процесс создания ООН, который начался не летом 1945 года с подписанием устава ООН Санкт-Франциско. Он начался раньше, в 1942 году, во время встречи президента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля, а потом к ним стали присоединяться другие страны, а затем была создана антигиттеровская коалиция и в конечном итоге страны победители во второй мировой войне, но, в общем-то, и создали вот эту организацию, которая была позже названа Организации Объединенных Наций. Вот Борис Джонсон как раз что-то подобное и предложил, но, к сожалению, как-то эта идея развития пока не нашла. Я считаю, что этот процесс должен двигаться. Это гораздо более перспективная вещь, чем бесконечно говорить о реформе Совета Безопасности ООН, о праве ВЕТА, о постоянных членах, о том, что вот это неправильный механизм принятия решений и так далее. Я думаю, что лучше параллельно начинать создание чего-то нового, вот, а Организация Объединенных Наций, она отомрет сама собой, когда другие страны увидят, что есть какая-то альтернатива, которая лучше и более эффективно может работать. Спасибо вам большое, что нашли время к нам присоединиться. Владимир Ельченко, бывший постоянный представитель Украины при ООН, бывший чрезвычайный полномочный посол Украины в США, был с нами, мы обсуждали реформы в Организации Объединенных Наций, возможны ли они, в каком виде и когда. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.